Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Как вы помните, в прошлой части я не смог найти пропуск в бункер Браво, и сейчас мы продолжим это делать. Также скоро на мой дом нападет орда зомби, и я, наверное, для вас это запишу, в общем-то. Так, давайте посмотрим, тут у меня немножечко железо переплавилось, здесь у меня не хватает руды для того, чтобы получился слиток целый, а здесь у меня пока что... а, уже не пока что, уже вся кожа у меня обработалась, дальше здесь у меня ничего нет. По поводу воды мы закинем сюда одну вот эту нашу бутылку. Еще, ребята, я почитал комментарии, и вот не знаю, на самом деле, правда или нет, я на самом деле всегда думал то, что пока что пароля от бункера Альфа нет, но если это, конечно, может быть правда, то мне написали в комментарии один парень то, что, вот смотрите, у нас здесь есть вот такая лаборатория, компьютер, и, ну, здесь написано, типа, про электрические девайсы, работу с ними и тому подобное. И, в общем-то, я увидел здесь вот такую вот фигнюшку, давайте сейчас я ее найду, потому что я не помню, где она у меня валяется. Это флешка, она выглядит как, ну, обычная оранжевая флешка, ничего не особенного, вот. Он написал то, что она, собственно, знаете, как работает? Мы закидываем ее вот в эту лабораторию, и через 10 минут там появляется какой-то пароль. На самом деле я, ну, в это не поверил, потому что я всегда думал то, что, ну, как бы нет пока что пароля от бункера Альфа, но если, ребята, кто-то уже находится на 82-м уровне и может скрафтить вот эту вот лабораторию, то, пожалуйста, скрафтите, и если у вас есть флешка, то засуньте ее туда. Если у вас какой-нибудь код выйдет, то напишите об этом в комментарии, потому что реально очень интересно, если это все-таки сработает, и бункер Альфа наконец-таки сможем мы до конца залутать, посмотрим, что там будет после того, как мы введем правильный код, то будет на самом деле очень-очень классно. А если это все-таки не работает, то не будем расстраиваться, потому что все-таки в следующих апдейтах, может быть, наконец-таки это ведут, и все будет просто супер-классно. Так, что у нас дальше? По поводу этого сундука, здесь я, короче, для нас подготовил пару ингредиентов для того, чтобы скрафтить классные вещички. Ну, не классные вещички, а именно только одну вещь, которая называется Workbench. У меня 28-й уровень как раз-таки вот недавно наступил, сейчас мы его сделаем. И, наконец-таки, мы сможем уже делать гвозди, которые мне помогут в обменах с вот этим торговцем, трейдером, который у меня иногда появляется. Так, давайте посмотрим, куда можно поставить этот верстак. Надеюсь, да, его нужно на пол второго уровня поставить. Но, блин, у меня тут все так раскидано по-странному, и снова придется сейчас, наверное, улучшать пол. Мне для этого понадобится 5 досок и 5, по-моему, камушка. Давайте мы сейчас это все возьмем. Вот 8 камушка и 19 досок. Окей, теперь можно улучшить пол. Так, мы заходим вот сюда. По-быстрому улучшаем пол, и, в общем-то, все. Теперь мы можем, наконец-таки, поставить этот Workbench. Блин, как же я, на самом деле, рад, как я долго ждал этого момента, когда я достигну 28-й уровень и, наконец-таки, смогу его скрафтить. Вот здесь вот у нас уже из этих слитков делаются гвозди. А для того, чтобы мне, как бы, добыть эти слитки, мне нужно бегать, добывать руду и тому подобное. Но пока что мы для начала возьмем 20 слитков, если, конечно, они у меня наберутся. Это будет, на самом деле, очень классно. И закинем их туда, чтобы у меня было, как минимум, 20 гвоздей. Когда в следующий раз пойду к моему трейдеру, я с ним поменяюсь. И если будет там эмочка, то это будет просто вообще мега-офигительная новость. И я буду очень-очень рад. Но, ага, вот слитки, вот 20 штук как раз-таки. Давайте мы сейчас их и возьмем. Вот и поставим пока что, чтобы они переделывались в гвозди. Отличненько. Все это вот так вот делаем. И теперь можно сбросить пару ненужных вещей. У меня здесь очень много различного оружия. Я еще раз бегал в бункер альфа, чтобы забрать там остальные вещички, которые там я оставил. Пусть уж все-таки они будут у меня чем-то. Может быть, еще и теория работает по поводу того, что если я заберу все вещи, оттуда там все обновится. Но, на самом деле, в это я не верю. Но вот по поводу компьютера, она более-менее правдивая. Попробуйте, ребята, если все-таки сработает, будет просто мега-офигительно. А если нет, то будем ждать, когда разработчики этот код ведут. И тогда мы уже сможем спокойненько, ну, водить код и полностью лутать бункер альфа. Ну, а пока что не получается. Так, что я хотел там? Я хотел скинуть немного еды, но у меня ее настолько много, что я даже не знаю, как быть. Давайте мы, пожалуй, вот этот бекончик. Как оно? Вяленое мясо оно, по-моему, называется, если быть точнее. Мы его оставим и возьмем 20 морковки. И закинем вот это все вот сюда. Воду, пожалуй, я одну выпью. И вот это все вот сюда вот скину. Это все я у себя оставлю. Вот это тоже скину. Оружие пусть все у меня вот это будет. Но биту я, пожалуй, оставлю, потому что, ну, у меня есть и так куча другого оружия. Пусть оно лучше дома останется. Я лучше вот эти все фигнюшки мне не нужные страчу. Так, что у нас дальше? Мы сейчас бутылки, короче, сбросим в сборщик дождя. И уже можно будет отправляться. На самом деле, я даже не знаю, может быть, взять одно мачете, потому что, ну, все-таки я иду в среднего уровня лес. И там, наверное, будет сложно. Давайте все-таки на всякий случай одно мачете я возьму. Какое-нибудь вот такое. Вот там просто могут быть эти громадные зомбаки, которые могут меня так неслабо покоцать. Окей, все, давайте. Отправляемся, в общем-то. И у меня сейчас 100 энергий. Как раз-таки быстренько сможем добежать. Так, 27 минут до Орды и Зомби. Я, наверное, в следующей серии запишу. Просто две подряд буду записывать. И так будет гораздо удобнее. Так, этот лес меня не интересует. Меня интересует вот этот вот лес. Он уже помощнее. Ну, давайте попробуем. Надеюсь, у меня там все будет окей. И мы сможем выжить. Так, так, так. Бежим пока что. Смотрим, что у нас тут еще. Блин, тут еще такие мощные леса есть. Тут есть вот такой вот сложный лес, короче. Блин, что-то не нажимается. Сейчас добежит. И посмотрим. Так, все отлично. Здесь вот такой вот есть лес. А есть вот прям вообще полностью зараженный. И вообще там, короче, супер какие-то боссы выговорились. Есть тысячу хп. Ну, это вообще жесть. Я даже понять с ними, как его можно убивать. Если там самого мощного винтореза ему по 5, что ли, хп выносится. Что-то такое я слышал. Ну, короче, он слишком мощный. Даже не знаю, как с ним быть. Так, отлично. Мы прибежали. Оружия что-то у меня вообще пока нет в инвентаре. Вот так вот возьмем молоточек. Так, и вижу первого нашего противника. Это бегающий, по-моему, быстро. У него достаточно большая такая фигурка. А, нет, это слабенький. Давайте мы его тихонько убьем. Отличненько. Блин, как быстро этот молоточек бьет. Вообще замечательно. А вот быстрый. Сейчас мы этого говнюка тоже мочканем. Отличненько. Ну, мы слишком быстро бьем, на самом деле. Это меня очень радует. Этот топорик хоть и быстро закончится, но все-таки толк от него есть. Бьет он очень быстро. Так, блин, нужно как-то аккуратно, что ли. Мне кажется, что еще один сейчас заагрится. А, нет, все, отлично, не заагрился. Окей, тогда мы его убиваем и берем, собираем вот эти вот ягодки. Так, сейчас что-то у меня по здоровью не очень. Я, пожалуй, съем немного ягод, чтобы мне осталось то здоровье практически. И сейчас мы аккуратненько вот так вот обойдем здесь, чтобы убить вот этого, который стоит прямо рядом с лутом. И, кстати, я слышал то, что... Ой, кто-то бежит на меня. Ой, токсичный говнюк. Блин, я до сих пор сижу. Потому что, знаете, сказали то, что именно с зомбаков падают вот эти вот пропуска. Я, на самом деле, в это поверил. И так, что будем проверять. Блин, все равно урон нанес, я не успел увернуться. Так, здесь мне бандажик выпал целый. Но все-таки это не то, что я хочу. Я бы хотел пропуск на данный момент. Так, идем тихонечко. И вот этого чувачка тоже сейчас убиваем. Это быстрый, кстати, говнюк. И там, блин, еще один. Ну, наверное, он меня не увидит. Отлично. Этого убиваем. И потом можно будет ягоды собрать. Эй, ты что не бьешь-то? Я кнопку вроде зажал, а он что-то не бился. Так, его убили. Сейчас немного покушаем. По-быстрому. Все, все ягоды аж съели. Капец. Так, с этого чувака дроп есть. Но сейчас мы его пока собирать не будем. Нужно убить вот этого еще быстрого. Убиваем тоже потихонечку. Блин, эти топорики очень быстрые на самом деле. Так, ага. На меня бежит какой-то мощный чувак. Ну, давайте попробуем его убить. Бей его. Бей, бей, бей. Блин, у меня может еще оружие сломаться такими темпами. Блин, у меня хватит, надеюсь, моей морковки-то, чтобы его убить. Потому что он мощный. Так, давай-давай-давай, еще чуток. Ой-ой-ой. Блин, мало хп, ребята. Бежим-бежим. Все, отлично, выжили. 5 хп осталось. Хух. Сейчас обратно забегаем сюда. По-быстрому юзаем этот бандажик. И все, и мы выжили. Блин, вот это было жестко на самом деле. С этим чуваком пришлось жестко так-то пободаться. И, блин, он меня практически убил. Так, быстренько бандажик юзаем. И второй тоже. Еды вообще не осталось. Это полный отстой. Так, где мы тут воевали-то? Сейчас бы найти труп. Или тут все обновилось, блин? Надеюсь, то, что нет. Так, вот здоровяк. Блин, я очень надеюсь, то, что здесь не обновилось все. Если это так, то это полный отстой. И мы зря, получается, все это набивали. Походу, ага, нет, все, вот он, отлично, блин. Офигенно. Забираем вот этот весь шмот с него. Надеваем его. Блин, офигенно на самом деле. Так, это сюда. Конечно, мы его покоцали так нормально. Ну, да ладно. Сейчас, конечно, у нас, наверное, этот быстренько шмотик и весь закончится. Ну, пофиг, короче. Все равно мы убили, и это самое главное. Хорошо, что мы выжили на самом деле. Это тоже очень важно. Так, здесь пока что только бандажи у нас. И, блин, наверное, их сюда поставлю, в этот слот. Эти ягоды я съем. Блин, мне бы еды. У меня ее слишком мало. Так, быстро скрафтим бандажика два. Отличненько. И тихонечко пройдем к тому зомбарю. Там был один большой. Так что надо быть аккуратным. Он все-таки есть. Блин, у меня сейчас на один удар. Блин, так и знал, а. Сейчас другую оружку надо ставить. Так, возьмем, пожалуй, вот этот вот молоточек и добьем его. Так, на меня кто-то бежит. Это быстрый чомпер. Чомпер. Первый раз таких зомбаков вижу. Ну, что-то не обращал внимания на имена. Может, не первый раз, но что-то такой странненький он. Так, это забираем. И быстренько утаим этот ящик. Хух. Очень все это страшно, потому что очень мало ХП. Нет практически ничего. О, снова нашли этот глушитель. Я уже заколебался. Мне выпадают одни глушители для мотоцикла и больше ничего. Блин, там здоровяк. Я не хочу с ним. О, фак, загорел этого чувака на себя. Ладно, аккуратненько бьем его. Еды вообще, ребят, мало. Так, еще кто-то на меня бежит. О, еще один. Блин, я попал, кажется. Нужно потихонечку будет юзать, короче, бандажики. О, еще и вэпон сломался. Офигенно. Так, берем этот. Попробуем его убить. По 5 ХП мы всего лишь выносим. А он нам по 6. У нас преимущество в ХП, так что можно попробовать его убить, ребят. Давайте, давайте. Я думаю, мы справимся. Так, еще три удара. Отлично, убили. Так, теперь мне нужно срочно покушать. Срочно просто покушать. Еще бандажики появились. Замечательно. Юзаем их. И что у тебя есть? Так, у тебя одежка есть. Я ее надену. Так, по-быстрому все это нужно делать. Давайте-ка мы все у него заберем. Так, штаны я, пожалуй, лучше возьму. А это копье бомжатское ты себе оставь. Отлично. Еще одного парня убили. Блин, там еще кто-то на меня идет. Это обычный зомбак. Сейчас мы его убьем. Инвентарь полный. Блин, как же тут у меня все не очень складывается. Надо было получше поэкипироваться, чтобы сюда прибегать. Я что-то вообще на это не обратил внимания. Так, это мы выкинем. Возьмем немного ягод. Потому что мне нужно кушать очень срочно. Слишком мало хп, ребят. Так, сейчас тихонечко. Где тут ящик-то? Я чуть не вижу. Ага, вот. Сейчас тихонечко покушаем еще чуток. У меня один бандажик только остался. Сразу как залутаю в ящике, я, наверное, отсюда бегу. Так, камень оставим. Потом оставим что еще? Глушитель у меня уже один есть. Мне, пожалуй, хватит. Так, и теперь тихонько ягоды здесь соберем. Надеюсь, этот здоровяк на меня... О, нет. Пошел ты. Так, быстренько выходим отсюда. И сейчас снова заходим. Ну, так нужно делать, ребят. Что поделать, что пока что слишком у нас со снаряжением не очень. И, блин, нужно предельно аккуратно быть. По-моему, два ящика мы уже залутали. Сейчас третий лутаем. И можно отсюда будет уходить. Сюда я прихожу только исключительно за дропом, чтобы найти пропуск в бункер Браво. И больше мне здесь, в основном, ничего и не нужно. Так что, блин, все, что хочу, я получаю в основном. Вот. Ну, конечно... Ох ты, здорово, блин. О, по 7 хп всего лишь выносишь. Вот дурак. Ну, тогда пусть бьет меня. Пофиг. Хотя у меня не так уж и много, получается, того, чем восстанавливать все это. Ну, да ладно. Так, здесь есть... Блин, нету пропуска. Что за бред? Как же я хочу уже этот пропуск? Так, мне уже нужно как можно быстрее готовиться к этому. А я, блин, все никак не могу собрать. Так, что мне не нужно? Давайте кирку, пожалуй, выкинем. Так, давай выкидывайся. Блин, промахнулся. О, у меня же рюкзак тут есть лишний. Боже, что я его не выкинул-то? Так, все. Бандажики крафтим. Три штучки. Замечательно. Будем потихоньку устанавливаться. Это меня радует. Вы мне сказали, там классные тактики для того, чтобы легко залутать бункер Браво. Я, ребята, все это испробую. Если все это сработает, будет просто замечательно. Мы в основном так немного снаряжения потратим и различных вещичек на этот бункер. Так, мы сейчас по-быстрому восстановимся. Потом возьмем сюда еще бинтов. И что у нас по оружию? Блин, пожалуй, я возьму мачете, потому что там много зомби. Их, пожалуй, лучше аккуратно убить. Так, один из них быстрый. Мы его сейчас ударим. Отлично, убили с одного удара. Так, волк на меня еще. Давайте его тоже убьем. Так, с него я забрать все могу. Замечательно. Здесь дропа нет с чуваков. Так, и вот этот вот ящик надо аккуратно залутать. Так, так, так. Не то взял, конечно, но мне не нужно. Если что, ребят, слове не нужно. Я специально ставлю ударение не на тот слог. Блин, здесь классные вещи. Так, это я... Блин, я даже не знаю, что оставить. Траву оставим. Потом мне нужно срочно колесо взять. Для мотика оно очень сильно пригодится. Так, ладно, это все я оставляю. Пожалуй, так вот сделаем. Дерево тоже оставим. Вот таким вот образом поступим. Потом дальше. Вроде бы тут больше нет никого, да? Из ящиков. Так, ягоды не могу собрать. Вот там незалутанный кто-то лежит. Давайте посмотрим. Нет, у него веревка только. Блин, может быть громадного попробовать убить. Просто зомбаков могут тоже выпасть. Вот эти вот различные пропуска. Пропуска, если будет пропуск в бункер Браво, будет просто замечательно. Так, с этого мы все подобрали. Вот он громадный стоит. Сейчас мы его попробуем убить. С помощью мачете, конечно же. И аккуратненько все это сделаем. Здорово, толстяк. Громадный толстячок. Убиваем. По 5 хп всего лишь выносит. Не такой уж он и сильный. Давай, все, замечательно. В веревке. Вот говнюк-то жадный, а ничего нам не дал толком. Давайте мы это скушаем и будем собирать ягоды, чтобы у нас хватило. Мы практически, можно сказать, с нуля. Ой, кто-то прибежал. А, волк, блин. А я уж напугался, думал, противник, сейчас с ним подеремся. Но не судьба. Так, это мы все собрали. Здесь я лутал. Так, здесь я лутал. Дальше что у нас? Кто-то тут еще не залутанный лежит. Это я забрать не могу. Места совсем нет. Дальше ягоды все соберем. Так, тут еще кто-то. А, это волк обычно. Давайте его убьем. Забираем с него кожу. Это залутаем. Тихонечко идем. Еще один волк. Я, пожалуй, на него не буду тратить. А, у меня другого оружия. Это и нет. Блин, конечно, сейчас я очень зря трачу свое снаряжение. Вот это вот мачете классное. Ну, да ладно. Так, это скушаю. Там я где-то одно мясо еще не скушал. Ну, да ладно. Просто потом будете в комментариях писать то, что я не заметил и тому подобное. Но я заметил, просто не успел скушать. Ну, давайте скушаем даже, если вы так это любите. Просто очень часто в комментах меня исправляют то, что я там не скушал что-то здесь и тому подобное. Это немного раздражает. Ну, да ладно. Ничего такого. Все равно просто я все комментарии читаю. Как бы, если я это замечаю, вот вам тоже об этом говорю. Так, этот быстрый, этот небыстрый. Ох ты, здоровый, чувак. Блин, тут зомбаки на меня. Это чувак еще одновременно. Давайте сейчас двоих сразу. Отлично. Что у тебя под ропу, парень? Так, давайте-ка мы попробуем штаны надеть. Они помощнее моих. И заберем все, что мы можем забрать. Так, отлично. Бандажик бы не помешало бы скрафтить. А по обуви что? По обуви у меня ее вообще не было. Так, курточка у меня, конечно, помощнее, чем у него. Но что по прочности у нее? Ну, да ладно. Пофиг, короче. Этого нам хватит. Несколько ребят мы убили. Это хорошо. А из этих вещей что мне не нужно? Я не знаю. Мне, наверное, все это понадобится. Веревку я забрать не могу, потому что у меня уже полный стак там. Ну все, давайте отправляемся отсюда. Вроде бы все, что можно я уже собрал. Всех зомбарей здесь убил. И, кстати, на самом деле сходили очень даже неплохо. Учитывая то, что я практически никаких вещей туда и не брал. Это очень классно. Так, ордозомби через 16 минут. Так что сейчас мы побыстреньку добежим домой. И потом уже тут уже все разложим. И я следующую серию начну, в общем-то. И потом вам уже в следующей серии покажу эту орду зомби. Просто в этой мы и так уже бегали. Я не хочу ее делать такой длинный. Пусть лучше будут две серии, где я пытался снова искать пропуск Бункер Браво, но так и не нашел. Хотя, блин, еще серия-то не закончилась, по идее. Это можно еще попытаться. А в следующей части я уже все-таки спокойненько вам покажу орду зомби, что они вообще здесь вытворяют и тому подобное. Так, что у нас дальше? Дальше. Мы сейчас все вещи, которые мы добыли, скинем вот в этот вот ящик. Дальше. Ух ты. Много, кстати, классных вещичек я в итоге добыл-то, если честно. Наконец-таки вот эти мы добыли. Что это я так и не перевел, на самом деле. Части, ну, Рубер. Блин, я забыл. Вот знакомое такое слово, но не могу вспомнить, как переводится. Так, транзисторы. У меня тут места для них не хватает. Веревки. Тут тоже нет для них места. Вот здесь вот есть. Так, эти кусочки мы сюда тоже скидываем. Траву, траву, траву. Пусть тут валяется для транзисторов. У меня уже очень мало места. Это очень печально. Так, тогда давайте мы сейчас что сделаем-то? Как поступим? Скинем вот сюда вот эти вот баночки. Очень много баночек. Спасибо, что подсказываете, что с ними делать. Я, наконец-таки, понял. И я их, конечно, теперь храню. Так, сюда мы вставляем колесико. У нас появился подшипник. Нам вот сюда нужен. Так, транзисторы здесь не нужны. Болты у нас уже тут полное количество. Болты я сюда могу скинуть. Да, замечательно. Так, часть двигателя. Точно, я часть двигателя сюда не скинул. Блин, ее, конечно, очень тяжело собирать. Ну, конечно, тут есть вещи, которые я вообще еще не собрал. Но их нужно в количестве одной штучки. А вот эта вот часть двигателя, их 20 штук надо. Это очень много. Так, дальше что у нас? Здесь, здесь, здесь оставлять нечего. И потом вот тут вот транзисторы я скину. И потом вот это пойду переплавлю. Все, отлично. Давайте мы все это скинем. Там переплавляться. Вот эту одежку, конечно, лучше всего снять. Но сейчас зомбаки сюда придут. Не знаю, что с ними будем делать еще. На самом деле. Но постараемся все-таки что-нибудь интересненькое с ним замутить. Так, заберем, пожалуй, вот эту морковку. Дальше у меня сырого мяса, увы, нет. Тут обрабатывать мне нечего. Пиво тоже надо будет сейчас скинуть. Как-нибудь надо будет в серии выпить его, чтобы вам показать, как этот персонаж смешно писает. Это вообще прикольно. Так, где у меня еда-то? Ага, вот у меня уже 4 пивка накопилось. Капец. Это сюда. Для воды у меня места уже нет. Ну, давайте вот так вот все разложим. Пока что все вроде бы неплохо. И, в общем-то, давайте посмотрим. Здесь у нас сделаются наши гвозди, и у них все хорошо. Я еще хотел кое-что скрафтить, ребята, в этой серии. Давайте мы сейчас это сделаем. Так, что же это я не скрафтил-то такое? По-моему, вот это у меня есть. Блин, я даже не помню. А, вот, сейвинг тейбл. У меня не хватало вот этих вот рубер партс. Я сейчас их возьму. Они у меня появились наконец-таки. И возьму немножечко железных слитков, которые мне тоже, кстати, нужны и для гвоздей, и для крафтов. Блин, вообще для всего они нужны. Это меня не очень радует, так как придется очень много их всего добывать. Придется бегать по этим залежам и тому подобное. Как это называется-то? Хребты, вот, горные хребты. Я это все переводил. Так, дальше мне нужны доски. Доски у меня вот в этом верхнем. Нет, в боковом. Вот тут вот. Ага, все, 20 штук берем и крафтим наконец-таки. Давай-давай-давай. Блин, все, вечно не туда захожу. И крафтим его. Теперь можем одежку наконец-таки делать. Хотя у меня еще не одна одежка даже не открыта. О, мы сможем уже радиовышку делать. Но пока что здесь кусочков стали нет, увы. Так что мы не сможем сделать ее. Увы, увы. Вот эту вот оружку можно будет изучить. Она очень прикольная на самом деле. И я вот даже не знаю, лучше вот эту делать. Потому что здесь вообще самое такое незатратное. Так как у меня этой изоленты полно. У меня полно вот этих вот досок. И я могу спокойно делать именно это оружие. Я вот думаю его как-нибудь изучить. Но пока что здесь мне нужен был только воркбенч. Лампочка мне. Ну, вообще никак не нужна. Просто для того, чтобы выглядел наш дом красивее. Но это как-то не очень. Так, ну это тоже что ли? Блин, это тут какие-то элементы декора уже. Вот эта вот, кстати, классная ружка. Она как раз таки из банок делается. Тоже прикольно. Потом посмотрим. Ладно, давайте мы сейчас построим то, что мы скрафтили. Куда его можно поставить? Тоже на пол второго уровня. Ну, давайте мы сейчас сначала сделаем пол второго уровня. А потом только это все улучшим. Так, под доском мне нужно немножечко досок. И возьмем камушек. Все, отлично. Сейчас мы делаем пол второго уровня. И можно будет все это вот сюда поставить. Так, вот пол. А нет, его надо улучшать же. Ага, вот сейчас мы его улучшим. Хотя я даже не знаю, куда лучше всего поставить. Ну, давайте вот сюда, без разницы. Потом все равно я все буду перестраивать. И, блин, сейчас мы просто, получается, тратим ресурсы просто так. Ну да ладно. Ничего в этом такого нет. Дом я в какой-нибудь отдельной серии перестрою. Построю его классный. Там, когда уже будет почти рейдовое обновление, я все это сделал. Так, что тут у нас по рецептам? Можно делать классную, очень классную ткань. Обработанную, фабричную. И можно из травы уже делать кусочки одежды. Ну, это больше на марлю, конечно, похоже. Ну, да ладно. Окей. В общем-то, ребята, на этом серии это подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Проверьте, пожалуйста, вот эту вот теорию. Получается с... Как она называется-то? Забыл совсем. С флешкой и компьютером. Это очень важно для меня. Если это все-таки правда, то это будет просто офигенно. Просто я видел в комментариях, ребята, аж 94 уровня есть. Там, ну, рил очень прокачанный. Если все-таки вам не лень, пожалуйста, проверьте, если это сработает. Напишите в комментариях. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok